Паша, ты можешь со мной поговорить, если хочешь. Расскажи, а какие отношения у тебя были с папой, когда ты был маленький? Да в детстве все в порядке было. Только мама с папой ссурились часто. А потом мама умерла. Она покончила с собой. Я очень хорошо это помню, как вчера. В этот вечер я пошел на стадион, на концерт. Был большой концерт. Братья Карамазовы приезжали. Я его полгода ждал. А домой, когда вернулся, дома полиция. Отец пьяный. То ли орет, то ли плачет. Я его таким никогда не видел. И вот после этого он начал бить и бить меня. Но я его не виню. Просто его ночью тусковал по маме. Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить. Да? Спасибо. А почему? Почему ты не ушел от него? Почему продолжал с ним жить? Просто у меня никого нет, кроме папы. Прости. Прости. Я понимаю, что тебя, наверное, смутил мой вопрос. Да нет, все нормально. Если бы мама была жива, все бы было по-другому. Я очень ее любил. И она меня тоже. И баловала часто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детишечки, я на работу. 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 Договорились, у нас мораторий на звонки. Телефон могут прослушивать. Так и знал, что ты будешь ворчать. Я просто соскучился. Малыш, я тоже очень скучаю. Я сама с тобой свяжусь, когда будет можно. Все целую, пока. Пока, мам. Это Антон? Извините, что напугал. Ничего, садись завтракать. Спасибо. Меня так давно никто не приглашал завтракать. Вот вся информация на Кондратьева Льва Егеровича. Интересное что-нибудь есть? Ничего интересного. Кроме диагноза. Стоп, ну это очень интересно. Два года назад Лев Кондратьев обращается в поликлинику с полисом медицинского страхования. А что интересного-то? Диагноз глиобластома. Онкология? Да, в очень агрессивной форме. А наш пациент в поликлинике больше не появляется. А как же он в таком состоянии маньячен? Вопрос. Единственное, что он мог где-нибудь платно лечиться. Может там премию какую-то по физике получил? Такая операция миллион долларов стоит. Никакой премии не хватит. Еще версии есть? Тогда воспользуемся звонком другу. У тебя друзья есть? В отличие от вас, есть. Алан. Алло, Игорь? Да, здорово. Послушай, есть вопрос. По работе, как раз по твоей теме. Два года назад у одного человека диагностировали глиобластом. Ну? В каком состоянии сейчас может находиться этот человек? Овощи или труп? Скорее второе. Так. А могли такой диагноз по ошибке поставить? Крайне маловероятно. А мог этот человек каким-то чудесным образом излечиться? Я по чудесам не эксперт. Могли прилететь инопланетяне и вылечить его, используя неизвестные на Земле технологии. Все, спасибо, я понял. Спасибо. Обращайся. Еще раз опрашиваем соседей Льва Кондратьева. И надо осмотреть дом. Что-то у нас не клеится. Походу мы ищем. Не того. Слушай, что с тобой? Нет настроения играть. Хочешь в боулинг пойдем? Что с тобой? Мы же маме позвонили, в чем проблема? Да перед другом неудобно. Пусть мы вместе на Тэквондо ходим. А я уехал и с ним даже не попрощался. Можешь еще раз дать телефон? Ну, ты позвони им. Паш, колё, это я. Слушай, мне надо было срочно уехать. Извини, что не попрощался. Бро, мне пора. Я тебе позже перезвоню, ладно? Наигрались? Может, домой? Да мы в боулинг хотели сходить. Ну, пожалуйста. Это Антон? Извините, что напугал. 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 Я так виноват перед вами. Простите. Кто? Кто тебя убиёт? А твой отец? Паша, скажи что-нибудь. Он меня убьёт. Папа вчера был около моего дома, да? Он меня убьёт. Стоп. Ты мне всё время мешала. И он заставил тебя следить за меня. Алина Борисовна, на два слова. Какой мне от тебя прок? Ты вела себя непрофессионально. Никак тихо. Ты вела себя непрофессионально. И как следователь, и как психолог. Если ты не следователь, и не психолог. Ты вела себя, как нервная мамаша, которая опекает своего сына. Только это не твой сын. Я так виноват перед вами. Простите. Да, Алина, слушаю. Игорь был прав. Я ошиблась. Я была необъективна. Он уходил от конкретных ответов. Терялся. Я эти паузы считывала, как стресс. А на самом деле, он всё время просто на ходу выкручивался из ситуации. Алина, погоди секунду. У нас тоже появилась новая информация. Есть большие сомнения в заболевании его отца. И вообще, жив ли он, непонятно. Там какая-то путаница с онкологией. Потом он умерла. Она покончила с собой. В общем, документации полный бардак. Я очень прошу эту помощь. Алина, слышишь меня? Я пошел на концертный студент. Алина, алина. Братья Карамазовы приезжают. Алина. Алина. Денис. Денис, пробей по базе, когда умерла жена Льва Кондратьева. И был ли в этот день какой-то большой концерт? Сейчас повиси. Пробьюсь. Дата смерти Кондратьевой. 27 октября 2004 года. Сейчас посмотрю, что было в этот день в Озерске. Упоминание о концерте – это единственная конкретная информация из всех его слов. Действительно, был большой концерт на главной площади. Группа «Братья Карамазовы» благотворительный концерт. Правильно, «Братья Карамазовы». Подожди, 2004? Он же тогда только родился. Скажите, когда вы видели Льва Кондратьева в последний раз? Ну, видела. Недели две назад я ему ванночку меда передала. И как он выглядел? Так я Пашке передавала. А лично вы его когда видели? Ну, в окно видела. Когда разговаривает, слышала. Когда здоровается, кричит. Так, когда вы его видели вот так, как меня? Вот так? Да. Давно видела. Даже не помню, когда. Да он болеет все время. И лежит. Это наш психолог-консультант Анлина Баранцова. Добрый день. Здравствуйте. По поводу Павла, что можете сказать? Приятный парень. Странный немножко, но беззлобный. А как давно вы его знаете? Ну, лет десять, как сюда переехал он с отцом. А сколько Паши было лет тогда? Точно не знаю, но лет семнадцать. Может, двадцать. Сколько? Семнадцать-двадцать. Я тебе потом все объясню. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Нам пора. Спасибо. Иванов поднял записи из роддома в Ярославле. У жены Льва Кондратьева действительно родился сын Паши, но не в 2004-м, а в 96-м. Денис уже едет к нам домой. Завожу. Смотри, берешь шар, кладешь себе на плечо. Да. Заводишь руку. Что ж, нормально, ничего страшного. Ну вот. Ну, ты была близка, объективно. Слушай, ну покажи. Смотри, рука мастера. Берешь, кладешь на плечо. Подходишь. Кисть и бросок. Ну, как сказать. Да-да-да, почти. Близко к совершенству. Угу. Все отпечатки в доме принадлежат одному человеку. И еще мы нашли вот это. Вот что видела соседка в окне. И я, когда приходила к Пашу. И бросаешь. Ну, я постарался. Смотри. Я поду за соком. Ты хочешь? Нет, спасибо. Я еще покидаю. Ну, ладно. Десяточка. Можно, пожалуйста, сок? Яблочный. Что тебе? Да. Уверен? Спасибо. Паша нет у меня дома. Что делать? Во-первых, успокоиться. Антон к безопасности. Ты тоже. Возможно, испугался, что его раскусит и просто сбежал. Да, Блядь. Кто-ка приветит? Ваша? Тебе грозит опасность. Идем сюда. Мама сказала тебя забрать. Переобувайся. Подожди. Надо сказать Вадиму. Нет, не надо сказать Вадиму. Вадим, это и есть опасность. Это он убивал женщин, и он убил твоего отца. Вадим? Да, Вадим. Переобувайся, я сказал. Давай. Да что ты делаешь? Переобувайся. Откуда у тебя эта ссадина? Бегом, я потом тебе объясню. Давай, не тормози. Подожди. Там моя подруга Кира. Я должен с ней попрощаться или взять ее с собой. Мало ли, Вадим. Вадиму она не нужна. Пойдем. Мама так сказала. Надо было подойти к ней. Тохан, ты мне доверяешь или нет? С ней все в порядке. Запрыгивай. Ты вводишь машину? Давай, не тормози. Ну вот, похоже, что-то есть. Тише, дальше я сам. Отпусти. Черепи ломлен. Похоже, удар был сильный. Кира. Кира. Кира, успокойся. Жди. Мы скоро приедем. Что? Все будет хорошо. Что-то с Антоном? Где он? Поехали. Ну, он не все больше времени. Он же их обязательно найдет. Убежал с каким-то парнем. Паша. Паша не знает, где он. Значит, каким-то образом узнал. Он же тумасшедший, он на все способен. Сейчас поедем, он все выяснит. Вадим? Почему? Зачем? Ну, чего тебя это так удивляет? Он всегда был рядом с вами, следил. Всегда знал, что мы делали. Ну, конечно. У нас мама всегда была на виду. Ты так странно говоришь, как будто она и твоя мама тоже. Прости. Просто моей давно нет живых, мне приятно произносить это слово. Ладно, это ты меня прости. Но я не помню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Папа, это я во всем виновата. Тихо. Я его сюда затащила, пап. Ты тут ни при чем. Что? Анна Борисовна, простите меня, если сможете. Денис, объявляй плантореход. Белый иномарка седан. И номер запиши. Все равно не понимаю, почему мы просто не обратились в полицию? Мама так сказала. Почему? Потому что полиция нас не защитит. Почему я просто не могу позвонить маме? У нас нет мобильника. В смысле? Тебе тоже? Да, я избавился от него. Чтобы Вадим не вычислил на спасенке. Завтра поеду в город и свяжусь с мамой. Поедем вместе? Нет, не поедем вместе. Антон, я хочу, чтобы с тобой было все в порядке. Просто доверься мне. Это мега надежное убежище. Про него никто не знает. А что за изба? Здесь раньше жил лесник. Вот. Мы часто с отцом в лес ходили за грибами. Потом он помер. А нового так и не прислали. Вот. Сходи, голову аккуратно. Проходи, присаживайся на топчан. Только не раздевайся, здесь пока холодно. Я сейчас печку растоплю. Готово. Сейчас потепляет. Чай будешь? Ага. Пей, согревайся. Спасибо. А что будет дальше? Когда ты съездишь в город, с мамой свяжешься? Честно? Не знаю. Мама что-нибудь придумает. Это же мама. Да. Она придумает. Мама. Мама. КОНЕЦultИВАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Столько времени прошло, мы ничего не делаем. Мы объявили план «Переход». Он не дал результатов. Нужно делать что-то еще. Алина, выпейте чаю. Согрейтесь, успокойтесь. Мы его найдем, все будет хорошо. Спасибо. Что? Алло. Что? Поняла. Сейчас приеду. Что? Что случилось? Успокойся. Так, говори уже. В подвале нашли подростка по описанию похожего на Антона. Он живой. Скажите, а что случилось? Спасибо. 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 Атон! Пойдем. Пойдем сюда. Весь мир. Сейчас будет работать цепер. Сейчас будут работать цеперы. Мы не можем здесь быть. Здесь находимся. Сейчас будет работать цеперы. Мы не можем здесь находиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты сейчас тихо, пойдёшь сам, Дэн. Работаем. Готов? Готов. Продолжение следует... Наверху чисто. Манекен! Садись. Давай сюда телефон. Антон. Я, наверное, в машине забыла. Хочешь, проверь. Пристегнись. Где Антон? С ним всё в порядке. Алина! 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 Где она? Я бы только что здесь была. Чёрт. Идут гудки? Идут. Может быть звук выключен? Выходи. Он здесь. Если будешь плохо себя вести, мне придётся снова достать пистолет. Ясно? Я поняла. Идём. Антон! Антон! Он спит. Просто спит. Ты говорила, что вы относились ко мне как к члену семьи. Вы и есть в моей семье. Другой мне никогда не было. Алина! Понравилось тебе как целовала? Понравилось? Ой, что потрудилось? Б semar. Мама! Мама! Ты трогай. Недолго. Идолго ребенка. Идолго ребенка. На что ты смотришь на меня как зверь? Я говорил, что мама с папой ругались. Не совсем так. Отец, он избивал мать. Она известная актриса была в городе, а он жутко ревновал. Но он не позволял ей уходить из театра. Ему нравилось ревновать жену, а потом наказывать. Типичный садист. Изводил ее, бил. Меня правда тогда не трогал еще. Но это пока мама была жива. Иди, уйдай! Потом она повесилась. И жить стало невыносимо. Отец переключился на меня. Я даже пробовал убежать. Но он нашел меня и три дня морил голодом. Я мечтал стать актером. Как мама. Но отец говорил, что я не кутышный лицидей. Но мог бы пойти по его стопам и стать физиком. Я потом, когда подрос, я все равно убежал из дома. И поступил в театральный вуз, но я недооценил отца. Он был известным физиком. У него были очень хорошие связи. А он использовал эти связи, чтобы меня отчислили. А потом он заболел онкологией. Он сдал. Очень быстро сдал. И настало мое золотое время. И как был ничтожеством, так и мы остался. Ничтожеством, так и мы остался. Не мужчина, а половая тряпка. Принес навряд. Да. Не мужчина, а половая тряпка. Я закопал его в саду. Заткнись! Заткнись! У него была хорошая пенсия. Я написал доверенность на свое имя. Подделал подпись и стал ее получать. Он же должен был принести хоть какую-то пользу, хотя бы после своей смерти. У всех этих женщин убил ты. У него который который sjанあー. У меня ещё не еще не онбал. Это… У него нет зубạца. У него нет зубы. У него есть зубы в IT-я. Все началось с этой суки Ксюши Незыгиной. Мы учились с ней в одном классе. Ну да, мне смеялся весь класс и больше всех это стерва Незыгина. А год назад я ее нечаянно встретил. Я работал монтировщиком и водителем в местном театре. Паша Кондратьев, Пашка, ну надо же, какая встреча! Под Новый год мы поехали со спектаклем в соседний город. Спектакль закончился, мы собирали декорации и тут такая встреча. А ты в театре работаешь, да? Да. Ну здорово, а ты играешь кого-то? Я монтировщик и водитель. Ну здорово, здорово, в театре ведь все профессии важны, да? Помню тот случай в спортзале. Ты извини меня, Паша, молодые были, жестокие. Но зато весело было, да, согласись, теперь есть что вспомнить. Да, тогда повеселись на славу. Ладно, я пойду, Паш, увидимся еще, да? Я знал, что в городе орудует убийца, его прозвали ведьмак. Он ведь многих женщин убил одинаковых способов, да? Проткнул их колом. Ну, я решил свалить это все на него. Я завязываю в лес, выточил кол из элемента декорации. И тут она открыла глаза. Только мне хотелось чего-то своего, какой-то фирменный знак. Я вспомнил про позы Мирхольда, их изучала мама. Я понял, что имитировать кого-то это даже удобно. Я хороший актер, кто бы что ни говорил. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? А потом была та дура Ванникова из театра. Браво! Или, может, лучше свое место знать? И если ты всего лишь монтировщик, не пачкать сцену грязную, бедонную. До самой смерти она меня уже не видела. Она даже не знала, что я за ней слежу. Да ладно, Паша! Но охота была недолгой, всего несколько дней. Ты с ума сошел? Ну-ка отпусти меня! Я как-то смотрел большой фильм про Чикатило. Меня заворажил этот персонаж. Я решил воспроизвести одно из его убийств. Мне кажется, получилось недурно. А почему я? Почему ты выбрал меня? Ты была очень самоуверенной. А я не люблю самоуверенных. Ты сказал, что ты меня вычислишь. Что? Игорь, вычислили геопозицию нахождения телефона Алины. Где? Сейчас сброшу координаты. Понял. Я еду туда, а ты отправляй группу. Добро, делаю. Зачем ты убил Перегудова? Просто привлечь твое внимание. А ее сестру? А здесь ты виновата. Ты выгнала меня, накричала. Она была бы похожа на тебя. Я увидел ее в программе этого придурка. Мне нужно было выпустить пар, и ты осталась жива. Ты понимаешь, что ты убиваешь ни в чем не повинных людей? А Марк? Марк был ни в чем не виноват. Он чудовище, я избавил тебя от него. А Виктор? Он был женат, он пудрил тебе мозги. Он не нравился Антону. Зачем ему такой отчим? Человеческая жизнь вообще что-то для тебя значит? Но я это сделал, чтобы защитить вас. Мою семью. Паш, мы не твоя семья. Моя. И я вас не брошу. Я так больше не могу, я хочу очиститься. Только раньше мне было страшно. Но теперь со мной вы. Но теперь со мной вы. Паш. Паш. Что ты собираешься делать? Паш, ты ни в чем не виноват. Это все твой отец. Я могу тебе помочь. Думаешь? Паш, не надо. Паш, отпусти нас. Я люблю вас. Тебя и Антона. Я без вас не уйду. А-а-а! А-а-а! Атон! Ты не понимаешь! Я хотел как лучше. Как лучше, слышит! А ты все издурчила! Антоник! Вставай, вставай, вставай. Надо открыть дверь, ты в замок. Отойди! Паша, Паша, ты что делаешь? Отпусти нас! Отдай, Крюш! Алина! Алина! Иди! Давай, давай, дверь! Мы должны ему помочь! Тихо-тихо-тихо! Его уже не помочь! Пойдем! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Сегодня в нашей студии вновь Алина Воронцова. И возможно, моей подписчики удивятся. Но в этот раз я хочу начать с извинений. Алина Борисовна, я прошу вас прощения. Я был неправ. Не стоит. В каком-то смысле вы помогли мне справиться с той трагедией. Теперь я не боюсь об этом говорить, и я не должна и не буду отвечать за поступки своего отца. Вы намерены продолжить изучение психологии убийцы? Обязательно. Я еще раз убедилась, что моя работа очень нужна. Возможно, разобравшись... А обещаю не смотреть. О, Алина! Будем праздновать. Ну? Ребят, спасибо вам, вы спасли меня и моего сына. Ну, спасатели мы так себе, столько времени упустили. Зато всегда были рядом. За вас. Чин-чин. Так, вы празднуйте, а я побегу. Вы, простите меня, сын ждет в машине, обещала его на каток отвезти. Пока. Алина, заходи. Обязательно. Алина! Алина, скажи, ты не против, если мы с Кирой присоединимся к вам на катке? Это же не свидание? Нет. Нет, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова